Соревнования для нас. Как это было? Сделали шесть подруг. Да. Мы стараемся показать самые лучшие попытки. Это надо было самое там. Все-таки, каково соревноваться, когда всего три сборной, назовем это так, и быстро надо подниматься, нет времени отдохнуть, еще что-то? И вообще, какие мысли приходили в голову, когда всего три команды было и предварительное запрыгивание сейчас? Ну, три команды, это уже медаль, как бы уже некое облегчение. Так мы старались выиграть, конечно. А сейчас еще... А вы удивили, что только три? Да, конечно. Мы думали, что больше, всегда обычно больше пар, пять, шесть. Да, сильная команда. А с чем это связано? Почему так не набралось? Не знаете, да? А было легче выходить, понимая, что медаль у вас точно будет? Да. То есть вы, в принципе, были бы рады и третьему месту? Нет. И все-таки нет. Нет, мы не были, конечно, рады по третьему месту, потому что мы стремились выиграть свои самые лучшие попытки, и нам важна была сумма баллов, которую мы наберем. То есть если бы, как бы, мы сговоряем, у нас была бы медаль, но плохой сумма баллов, то это уже не было такой радости. Как вы считаете, вы максимус вы показали или близко к тому, именно стеной? Да, близко к тому, что. Практически. Еще можно добавить в каких-то... У вас первые причины, которые сам не так не были, не очень, да, получались? Которые в поле 100-м, в 50-м, вы их хорошо делали? Да, да, да. Обязательная программа, над ней работаем, работаем, но она, наверное, никак не удается. Прямо, чтобы хорошо так было. В вашем виде программы есть такие... Обязательная программа, что женщина и Пахалина, но почти меньше. Потому что, кстати, вы не знаете. Да, конечно. А вы правда знаете, кто эти люди? Да. Лично знакомы. И с той, и с другой? Да. Да. А они не хотят вернуться? Ну, Пахалина, по крайней мере, не так давно и прыгала там. Еще в порядке, наверное. Мы знаем их порядка. Ну, семья уже. И с ней. Какой момент вам показался самым сложным в выступлении? У нас есть один прыжок в произвольной программе, четвертый. Вот. И он... Очень много, значит. Мы его попали. А вот... Дима, когда спрашивала, по ступенькам подниматься для остановки тяжело? У вас почти не был отдых, а даже... Да нет, там... Мини-байп, говорится, это самый тяжелый. Ну, и в ту время была пауза. Ну, в туалет придастся. Кстати, я... Ну, тут все их не есть. Да, вот насчет лифта. Мы хотели сострять. Такое редко увидишь, да, что на лифте поднимают на десятки? Или уже везде так? Нет, есть в некоторых стразах, но не везде разрешается... Вот, есть это неудобно. В Москве есть их, но он не работает. Да. А мы были в Кубай сейчас национальники мировой серии. Там тоже был лифт, но там тоже есть. А вы, говорите, боитесь застрять? Такие случаи разве были с кем-то, что застревал лифт? Да, ну, по интернерам. Да? Да. И сколько сидели там? Мы решили не рисковать на соревнованиях. Нам ничего, ты шком надо ходили. То есть надо сидеть прям полчаса, час, лифте вырождая, чтобы открыли вас, да? Наверное, нет. Ничего себе. В прошлом году в Барселоне говорили, что страшно было на стартном ходить. Сейчас тоже страшно? Да, уже спокойнее намного достало. Мы уже как-то больше проехали с соревнований, и сейчас спокойненько. Что, если вы такие закаленные чемпионки Европы? У нас все индивидуал. Да. Будем стараться там. А я не знаю. Не, у меня папа тоже вышибурный. А у меня оба вышибурные. Я не знаю, лучше получается и больше нравится мне. Есть и плюсы, и минусы. Мне нравится. А какие минусы, какие плюсы? Можно договориться с мамой? Да. Да? Ну плюсы. Мама всегда рядом. Сюда с тобой. Но так же бывают минусы, когда она всегда рядом. Да. С такими этапами вы на чемпионате мира примерно на каком уровне бы были? С такими прыжками на чемпионате мира примерно в каких бы порядках были в каких местах. Пятые. Нет? Сейчас с какими бы? Ну вот да, вот если бы. А. Другой главный. Сюда бы ничего не засыпал. Ты смотри, как это написано. Барселония, помнишь, как было? Какая сумма в Барселоне была? В общем, мы были бы где-то 5-й. Не 5-й, а сейчас помнили. Но в прошлом году 8-ми были, то есть вы растете, да? Прибавляете. А вот стоянки малайзийки, они в синхронных прыжках с вышки, это примерно то же самое, как африканцы, в виду на длинные дистанции? Или вы знаете, как все-таки можно... Китайцы они не очень сильные, с ними очень сильные. Слази можно бороться. Что делать, вот китаянки в Казань приедут, через год, что с ними делать, там, в лифте их застрять? В лифте в лифте нет. Нету, да? Строим? Строим. Ну, с полоситьками, говорите, можно, да, бороться? То есть, пока Китай только непобедимым кажется. Да, но с Китаем тоже можно бороться. Наши Илья Захаров 0,5. Да. Ну, говорят, в синхронных прыжках тяжелее у них выиграть, чем кличник, согласен? Да. Ну, вот, мужчины могут наших побороться, вот. Яйцов с Захаровым. Нам пока это тяжело. Ну, а за медали просто в Казани уже реально будет? Вы самые молодые здесь участницы, но все-таки... Постараюсь, да. Юлия, а вы блондинкой стали в изображении синхронности? Нет. Просто. В личных соревнованиях на что можно рассчитывать? Из-за того, что нету как раз опять-таки Таянок, Маладеек? И сколько участниц у вас там будет? Больше? 11 человек. На что рассчитывать? Будем стараться. Опять все получше. Ну, по ходу сезона вы со всеми соревновались. Кто самый главный? Синхронность уж как всегда есть, а вот в Индивиланде и в Индивиланде. Поэтому мы никогда ехали сюда, но на Индивиланде не то, что лет мы больше готовимся синхронно, чем индивидуално. Но это была наша главная задача. Теперь можно на расслабоне выходить? Нет, на расслабоне нельзя, иначе не очень будет. Мы будем стараться опять же показывать свои лучшие варианты. Все, что мы можем, все то покажем. Всего, удачи вам. Спасибо и поздравляем вас.